В преддверии Дня памяти мученицы Татьяны, депутацию Минской областной думы, Инна Лосева посетила храм в Кагалыме, названный в честь святой. Он построен на средство благотворительного фонда Лукоил. Автор проекта — архитектор Андрей Аболенский, участвовавший в воссоздании храма Христа Спасителя. Монументально-декоративную стенопись выполнили томские иконописцы в сербско-византийском стиле. Работы проводились в технике силикатной живописи, для которой использовались специальные минеральные краски. Особое место в храме занимает изображение самой святой мученицы Татьяны, которую в России чтят прежде всего как покровительницу просвещения. Сегодня мы находимся в храме святой Татьяне. Это один из лучших храмов, я считаю, не только Ханты-Мансийского автономного округа, но и вообще в рамках нашего государства. В России праздник отмечают 25 января по Григорианскому календарю. А поскольку данная подвижница считается покровительницей учащихся, с 2005 года Татьянин день объявлен официальным днём российского студенчества. В честь праздника парламентарий вручила отцу Якова церковные книги, изданные при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Сегодня, придя сюда, я сделала небольшой такой подарок. Это церковные книги, которые были изданы благодаря депутатам Тюменской областной думы по летописям, которые найдены совершенно недавно в Русском историческом музее. Поэтому вот такие крупицы, которые помогут создавать библиотеку нашей церкви, они очень важны. Те люди, которые сегодня у власти, они уделяют внимание, то есть духовной стороне жизни человека. И то, что в качестве дара приносится труд, труды, я всегда говорю о том, что вера, она всё-таки основывается на знаниях. То есть, чем больше мы знаем, тем крепче будет наша вера. И те книги, и те труды, над которыми сегодня работает немало учёных, людей, которые, так сказать, посвящают этому жизни, для нас это дорого. Субтитры создавал DimaTorzok